Валерий Седов В результате теракта на железной дороге поезд сошел с рельс. Сообщение с таким заголовком появилось в субботу 11 ноября. С тех пор история-то обросла разными подробностями. Попробуем разобраться в ситуации. 11 ноября, суббота, начало 8 утра. Привычную утреннюю тишину нарушает громкий хлопок. Как позже выяснится, этот хлопок станет причиной, по которой 19 вагонов грузового поезда сойдут с рельс. Произошло это на перегоне «Рыбная Блокпост» в нескольких километрах от этой камеры-домофона, на которую и сделана запись. Вот вагон. Вот тоже сошел. Глава региона Павел Малков в своем телеграм-канале специально уточнил, что в грузовых вагонах перевозили минеральные удобрения. Да это и видно на кадрах очевидцев. Пострадавших нет. Как нет и задержки движения, ибо ветка эта тупиковая. В московском ЖД отметили, что угрозы экологии тоже нет. Последствия этого теракта, а именно так идентифицировали ЧПА силовики, устраняют около 300 железнодорожников. В ООО «РЖД» создан координационный штаб по ликвидации последствий аварии. На месте работало 4 восстановительных поезда. В связи со сходом вагона грузового поезда в Рязани Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Проверка проводится Рязанской транспортной прокуратурой. По результатам проверки и при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту, по части 2 статьи 205 и части 3 статьи 222 прим. 1 Уголовного кодекса РФ, контролируется прокуратурой. На минуточку статья 205 носит заголовок «Террористический акт». Статья 222 – незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. В телеграм-каналах уже появилась информация, что свидетели видели двух человек, которые, цитата, «копались» на месте взрыва. По одной из версий, самодельных взрывных устройств было два. Заложили их под шпалы на станции Дягилева, в 10 метрах друг от друга. Сейчас подозреваемых ищут оперативники. Позже появилась информация, что предполагаемые диверсанты наблюдали за поездом через видеокамеру. Дескать, эксперты обнаружили ее фрагменты, закрепленные на дереве. Внутри самой камеры было взрывное устройство, которое сработало через 5 часов после теракта. В своем телеграм-канале Павел Молков добавил, что провел очередное заседание оперативного штаба и антитеррористической комиссии. Там обсудили дополнительные меры, цитата, «по повышению защищенности потенциально опасных объектов в регионе с учетом ЧП на железнодорожном перегоне». Движение же на участке «Рыбный блокпост» восстановлено. «Вчера в 15 часов 34 минуты по перегону проследовал первый грузовой поезд. Ведется большая работа по усилению мер безопасности. Поручил проанализировать опыт других регионов, в том числе Белгородской и Курской областей. Оперативно принимаем и исполняем решения для обеспечения безопасности в нашем регионе». В день сотрудника внутренних дел губернатор Павел Малков вручил начальнику МВД России по Рязанской области Владимиру Алаю ключи от электромобиля, предназначенного для патрулирования пешеходных зон и парков города Рязани. Кроме того, губернатор порадовал и другими новостями. Губернатор Павел Малков, начальник УМВД Владимир Алай и исполняющий обязанности главы администрации Виталий Артемов в день сотрудника внутренних дел на территории управления по традиции возложили цветы к мемориалу погибшим сотрудникам. Затем наступило время подарков. Во-первых, ведомственный автопарк пополнил вот такой небольшой китайский электрокар «Блавал». А дальше слово взял губернатор. Это все-таки будет сопутствующая такая поддержка в пресечении, не в каких-либо предполагаемых действиях. На самом деле, почтовый же это только начало. Мы сейчас в целом такие устройства очень расширяем. И, конечно, основная составляющая, то, чтобы там было себя безопасно и комфортно, это очень важно. Ну и из хороших новостей еще. Мы с Артемом Тольевичем вчера в бюджет еще раз пробегали. И с учетом праздника поговорили еще раз. Здесь есть источник, что все на свече. О, наверное, стоит заложить. Новенький электрокар с литиево-никель-кобальтово-оксидным аккумулятором создан специально для города. В Рязани его будут использовать в парковых зонах. У машины, кстати, нулевой выброс. По словам Владимира Алая, машина станет хорошим подспорьем для патрульно-постовой службы в тех местах, где обычные авто не пройдут. На фестивале «Радость слова» побывал известный православный блогер отец Павел Островский. Мероприятие прошло в стенах Сретенского храма, где батюшка ответил на вопросы прихожан. Общение длилось порядка трех часов. О чем думать во время молитвы? Почему Бог создал людей, которые совершают зло? Существует ли ад на самом деле? На эти риторические вопросы у Павла Островского ответы есть всегда. Православного блогера пригласили на форум как главного спикера. Подискутировать с ним можно было и на современные темы. Вот вы получаете смайлик, это двоеточие и скобочка. И вот вы думаете, может быть, улыбается, может быть, у него просто рука сорвалась, он, может быть, вообще не этот смайлик хотел отправить. Но вы все равно фантазируете. То есть по факту, когда мы общаемся через интернет, это такое сообщество одиноких фантазирующих людей. Значительная часть беседы прошла в диалоге. Многих, конечно, интересовал страх смерти, понятие Царства Небесного, соблюдение десяти заповедей и поддержка ближнего в беде. На каждый вопрос православный блогер отвечал доступно и понятно, так, чтобы участник любого возраста смог уловить суть. Это действительно один из таких наиболее открытых, совершенно свет к широкой аудитории. И при этом все-таки не слишком сильно заигрывающий. То есть как бы не происходит вот этой какой-то капитальной потери той базы, ради которой имело бы смысл вообще применять некоторые миссионерские приемы на широкую аудиторию. То есть вот у него этот тонкий баланс соблюден. На протяжении трехчасовой беседы отец Павел Островский терпеливо объяснял, насколько важно жить с Богом в душе. А это значит, что какие бы события нас не встречали на жизненном пути, нужно принимать их смиренно и с благодарностью. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». В Рязани проходят всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Возрождение». В состязании принимают участие сильнейшие спортсмены со всех регионов нашей страны. Всего порядка 500 человек из разных спортивных обществ. Как прошло открытие и первый день соревнований расскажем далее. На Рязанское Возрождение прибыли грации из 49 регионов нашей страны. Русь, Локомотив, Трудовые резервы, гимнастки выступают за разные спортивные общества. И это особенность всероссийского турнира, который проходит уже третий год подряд после долгого перерыва. В день открытия гимнастки из других регионов выступают в групповых упражнениях. Среди кандидатов в мастера спорта победу одержали спортсменки из Нижнего Новгорода. «Мы приехали из Нижнего Новгорода. Победу такую сложно было достичь, потому что мы усердно работали. Еще не все получилось, конечно же. Будем работать дальше». Конечно, в спортивных достижениях всегда есть куда стремиться. Такой позиции придерживаются даже сегодняшние победители. Наши резаночки выступают по индивидуальной программе. Им только предстоит показать свое мастерство. «На этих соревнованиях у нас принимают участие рязанские гимнастки. И все они представляют разные общества. Виктория Журавченко представляет общество «Локомотив». Дарья Миронова представляет общество «Амурские тигры». Крылова Маргарита представляет общество «Юность России». Вероника Маргунова представляет общество «Трудовые резервы». Дарья Мельник представляет общество «Русс». «Я занимаюсь уже около 11 лет. И так получилось, что мама случайно перепутала собрание. Я должна была пойти на танцы, но оказалась тут. У нас был отбор, проходил еще в сентябре. Также был повторный отбор в октябре. К этим соревнованиям готовимся уже достаточно давно». «Это очень волнительно, болеть за свою команду. Такой командный дух сразу появляется, что мы все вместе, мы должны победить». Соревнования продлятся до конца недели. Рязанские зрители также увидят выступление лидера сборной команды России, многократной чемпионки мира и Европы среди юниоров, многократной чемпионки России Лалы Крамаренко и серебряного призера Олимпийских игр в Токио в групповых упражнениях Алиса Тищенко. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На пятнадцатом месте завершили осеннюю часть чемпионата футболисты Рязани. Заключительный матч подопечные Максима Швецова провели в Южно-Сахалинске, где играть после перелета всегда трудновато. Так, в общем-то, и получилось. «Последний матч первого круга волею календаря рязанцы проводили в Южно-Сахалинске. Остров встретил белосиних обильным снегопадом, про который, к слову, Рязань уже давно позабыла. Сами же хозяева гостеприимством на поле тоже не отличились. Уже на второй минуте Данил Большунов прорвался по флангу и пробил мимо галкипера гостей. Резвое начало стало для Рязани нокдауном, а в нокаут подопечных Максима Швецова отправил второй мяч на семнадцатой минуте. На миг показалось, что разгрома рязанцам в этот день не избежать, но команда прямо по ходу матча перестроилась и на двадцать пятой минуте вполне могла отыграться. Удар Дмитрия Калабухова с трудом отразил вратарь. Во втором тайме рязанцы полностью взяли инициативу в свои руки, и на шестьдесят третьей минуте Никита Жустьев каким-то невообразимым образом с линии вратарской умудрился пробить мимо створа. В итоге счет в матче так и не изменился. Сахалин впервые за последние несколько лет обыграл Рязань, которая в итоговой таблице первого круга скатилась уже на пятнадцатое место. Перерыв команде явно необходим. Для переосмысления своей стратегии и возможного обновления системы игры. Похоже, до следующего года на выходных температуры больше плюс пяти градусов не будет. Подводя черту, под уходящей осенью прогнозируют синоптики. Что ж, на осень в этом году жаловаться грех. По средней температуре она на 2,2 градуса теплее, чем обычно. А первая декада ноября и вовсе на 6,5 градусов перекрыла климатические нормы. Какой бы удивительно теплой ни была осень, но зима все же будет. Сначала метеорологическая. Так называют время, когда среднесуточная температура воздуха становится отрицательной. В этом году случится наступление метеозимы, по прогнозам, 16-18 ноября, во второй половине этой недели. В понедельник и вторник, 13-14 ноября, Гидромедцентр России обещает серую промозглую погоду с дождем и порывистым ветром. На градусниках от плюс 2 до плюс 4, по области от нуля до плюс 5. Дождь временами переходит в мокрый снег. Кстати, даже такая не особо приятная погода теплее климатической нормы на пару градусов. В среду, 15 ноября, начнется похолодание. Под утро воздух остынет до минус 2. Днем температура едва дотянет до плюс 2 градусов. В облаках появятся просветы, но без мокрого снега и дождя тоже не обойдется. В четверг, 16 ноября, без осадков. Ночью подморозит до минус 3, днем около нуля. В пятницу, 17 ноября, как сообщил ведущий специалист погодного центра ФОБОС Евгений Тишковец, температура воздуха начнет стабильно опускаться ниже нулевой отметки. Эта граница ознаменует начало полноценного зимнего сезона в центральной части России. В пятницу, 18 ноября, картина за окном станет по-настоящему зимней. Ночной морозец усилится до минус 5, днем от минус 4 до плюс 1. Будет идти снег или мокрый снег. Выходные с температурой примерно так же. Под утро до минус 6, днем от минус 4 до плюс 1. Зато есть шанс на солнце. 50 лет назад средняя дата устойчивых отрицательных температур в регионе приходилась на 3-5 ноября. В последние 30 лет это происходит уже 13-14 ноября. Таким образом, можно увидеть, как меняется климат и уменьшается зимний период. Формирование устойчивого снежного покрова тоже сместилось дней на 10. Трижды с начала 21 века это происходило уже в январе. Получается, что в этом году метеорологическая зима даже по сравнению с новыми нормами придет на 3-6 дней позже. Раньше отрицательные температуры в нашей полосе держались с 10 ноября по 27 марта, а в последние 30 лет с 13 ноября по 21 марта и не только дни, но и градусы потепления крадет. По статистике, в январе среднемесячная температура в наших краях повысилась с минус 9 до минус 6. И это довольно ощутимые, серьезные изменения, считают климатологи. По расчетам гидрометцентра России, наступающая зима будет теплее нормы по средней температуре, но очень капризной с резкими колебаниями. Зима, по предварительным прогнозам, будет состоять из эпизодов очень холодных и очень теплых. Двухнедельные отепели будут сменяться морозными периодами до минус 20. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин